Назначение, да, это предназначение, это то, что нам уже изначально дано, и оно в нас уже есть, но мы не всегда это чувствуем, а оно есть, сейчас в нас оно есть, и мы подсознательно знаем, какая деятельность, какой деятельностью нам сейчас заниматься там, да, в какой там лес нам идти, как обойти эту паутину, все это в нас есть, просто из-за того, что мы где-то разбалансированы, что-то в нас там накоплено, какие-то травматические ситуации, какие-то блоки зажима напряжения, это все нам это перекрывает, видите, вот, поэтому смотрите, оно в нас уже есть, и оно многоуровно, первое предназначение, которое нам надвижит в жизни реализовать, это предназначение для своего я, то есть для нас самих. Второе, это условно назовем семья или род, это второй уровень, то есть это некое, опять, назначение, которое нам выдано, которое мы должны реализовать на уровне семьи и рода, но не семьи, как вот узконаправленные, да, там вот, я там муж и дети, а очень далеко и глубоко, это могут, это и родители, и родители, и родители, и вот туда-туда-туда, ну, то есть это вот все вот роли, которые мы можем играть относительно рода, то есть не семья, а больше все-таки родители. Следующий уровень, это общество, вот, по поводу деятельности, это как раз вот на этом уровне, да, на уровне общества мы делаем, совершаем некую какую-то деятельность, свое осуществляем, вот оно как раз здесь. И четвертый уровень, это у нас, ну, условно назовем его мир, можно назвать вселенная, мироздание, так что угодно. Итак, чаще всего, когда человек начинает искать предназначение, он ищет себя, как бы ему реализоваться вот здесь, а про вот эти уровни как-то вот забывается и где-то вытесняется. На самом деле, для того, чтобы прийти вот к этому уровню реализации, мы можем с вами пойти отсюда, а можем пойти отсюда. Самое простое, чтобы пойти от себя, ну, самое простое, да, я считаю, никого не надо, никаких посредников, сами с собой занимаемся, да, и идем. Для того, чтобы пойти с этого уровня, нам необходимо сгармонизировать себя. Чаще всего мы не слышим и не осознаем своего признанного значения просто потому, что мы находимся в неком разбалансе. Что я имею в виду подбалансом? Это три составляющие. Что у нас есть с вами у всех? Загадайте, пожалуйста. Тело. Да, у нас есть тело. Что есть еще? Что? Да, у нас есть тело. И что у нас еще есть? Душа, она, да, но душа, она вот, я вот сверху бы написал, четвертый, правда, вверх. А мы сейчас говорим, а? Речь. Ну, речь это вот сюда, к умуму тоже отнесет, здесь слова. То, что мы говорим. Да, да. Да. И условно это можно назвать сердце. Я, кстати, вчера интересно, я разговаривал вчера с медицинским работником, она мне рассказала, что есть такие болезни, которые парализуют полностью ум. И когда ум парализован, человек, то есть, вот, ну, он так восстановится, да, как овощ, да? Но при этом сердце продолжает выполнять свою работу. А если сердце выходит из строя, то ум ничего не может сделать. То есть первичность сердца вчера просто мне так наглядно на локоне пиал-други показала. Итак, вот это я наше находится, оно вот здесь. На вот этой гармонии трех составляющих. Просто когда вот это все разложено, нам понятно, хотя бы откуда утром, говоришь, просыпаешься, куда идти, что делать-то. А вот. Значит, а мы можем пойти отсюда. Есть такая, не притча, это реальная ситуация, когда психолог-исследователь попала к шаманам, проводила исследование, и ей шаман спросил, скажи, чем отличаются люди вашего общества от нашего общества. И она подумала и сказала, наши люди говорят одно, делают другое, думают третье, да? А, чувствуют, да, и чувствуют четвертое. То есть вот у нас получается, мы не слышим вот этого всего только потому, что мы чувствуем одно, говорим другое, думаем третье, а делаем четвертое. То есть, например, я не хочу копать, но вроде как надо, я беру лопату, меня спрашивают, как дела? Я говорю, да ладно, нормально. И вот это все происходит, создает дисбаланс. Поэтому вот отсюда очень классно идти. Надо просто понимать, какие техники делать относительно тела, какие техники делать относительно работы с умом, и какие техники делать относительно с сердцем. Ну, здесь вот эмоции, конечно. Сердечный центр, наш эмоциональный состояние. Итак, мы можем, сгармонизировав вот эти три составляющие, пойти с вами. И после того, как мы попадаем в состояние гармонии, мы уже дальше все это видим. Потому что мы с вами возвращаемся к тому, что предназначение у нас уже есть. Не сильно заумно, а то вот так это... Дальше. Мы можем пойти отсюда. На уровне мироздания. То есть мир это вообще охватывается вся тонкая составляющая. Мы можем пойти отсюда и тоже прийти к осознаванию вот этих составляющих. Отсюда мы можем пойти по двум параметрам. Это... Смотрите, когда у вас происходит какая-то ситуация, когда вам что-то дают. Ну, что говорить в ответ? Мы благодарим. Мы благодарим по после действия, которое произошло. То есть нам что-то сделали, мы после этого благодарим. Так вот, если мы идем отсюда, то мы должны поменять это местами. Мы должны очистить себе пространство, чтобы вот это все увидеть и обозначить. Мы благодарим сначала, а потом мы движемся в это пространство, которое уже нам приносит в ответ на нашу благодарность. Видел кто-то фильм за «Заплатить вперед» по-моему? Рекомендую, смотрите, хороший фильм. Хороший фильм? Как раз вот про это. Значит, здесь у нас получается благодарность. И вторая составляющая, которая здесь тоже, если мы отсюда идем, составляющая, это акцент на позитивной составляющей мира. То есть я не говорю о том, что отрицать негативное, да, а говорить «я позитивный, я позитивный, я позитивный». Нет, искать в каждой ситуации того, что с вами происходит, да, вот сейчас я не знаю, чем заниматься, да, вот что в этом есть для меня положительного, да. Ну, например, вот человек сидит и говорит «я потерял работу», вот что есть у меня в этом положительного момента? У меня есть время, да, для того, чтобы, например, сгармонизировать себя. Супер-супер, все, занимаюсь этим, зачем страдать там чего-то, там, где-то все они там какие-то, да кажется, какие они. И вот у тебя есть возможность, и ты идешь в свое пространство, и в свое городе попадаешь. Так, вот он не западает. Так, сюда пошел. Дальше смотрите, когда мы начинаем, вот представьте, вы знаете все свои, и сразу все случилось, и вы понимаете, какое предназначение в каждом из этих уровней у вас есть. Тогда сразу включается, что первое, вы понимаете, какую вы роль здесь выполняете. Ну, например, вот в моменте «здесь и сейчас», да, там, кто-то говорит, ну, вот я в семье сейчас играю роль, там, муж, вот я там хожу, честно, зарабатываю деньги, мне все это нравится, я такой ответственный, там, все, да. А вот следующая глава, следующая строка, это качества, которые мы реализуем относительно каждого уровня. Ну, например, здесь ответственность в данный момент тренируется, да. А последняя строка, это у нас эмоции. И вот эмоциональная, вот эта графа, она как раз, вот то, что я от вас спросил вначале, скажите, как мы определим, как мы определим, что вышло, что я что-то, да, для себя вынес отсюда, из этого помещения. Вот эмоции, они всегда нам помогают протестировать то, что мое не мое, греет не греет, то есть по-разному, да, вот человек приезжает в город, ему говорят, ну что, как там, можно рассказывать долго про архитектуру, можно рассказывать там про те, какие блюда он попробовал, еще что-то, что-то, но есть всегда вот этот указатель, мой не мой город, вот греет не греет, вот она эмоция, да, вот, и ты проверяешь. Так же определяется поход в деятельность, да, вот у меня есть выбор, эта деятельность, это это, да не греет, да, ага, ну так, о, все, все, и идешь. Опять же, да, для того, чтобы вот эта чувствительность появилась, ну, по максимуму, да, на первый шаг, чтобы все определять, я так просто вот все расскажу, то, что тренировать надо, да, ежедневно, систематически, до дня в день. Слушать себя. Вот, а на уровне, вот, мира, например, самое, там тоже, я не буду вот в детали в этих сдаваться, потому что здесь многослойность везде есть. Вот на самом низу уровня предназначения в, на уровне мира и вселенной мироздания, ну, вот так очень натянута можно, знаете, написать, как вы говорите, волонтер. Вот когда у человека, знаете, возникает желание, он вроде бы вот в семье как-то реализовался, в обществе как-то там, в обществе я имею в виду как деятельность, да, какая-то там. Многодетная мать, которая хорошая швея, вдруг понимает, что ей мало, она хочет какого-то служения. И вот первый уровень, который можно перейти вот в этом, на, вот в этом, на предназначение, это становится вот этап того, что человек выходит на уровень служения миру. Ну, это самый вот такой, самый много. Итак, дальше отсюда мы сейчас опять выйдем с вами вот на вот эти три составляющие тела у сердца. Итак, если мы пойдем с вами от вот этого, а мы сейчас с вами пойдем вот отсюда, да, с вами пробуем сделать техники, которые нас гармонизируют в момент, здесь и сейчас, да. Получается, здесь у нас основная работа идет тело, здесь у нас идет основная работа ума, а здесь у нас идет основная работа сердца. И как только мы вот это все с вами опять, да, гармонизируем, ну, здесь напишем предназначение. Предназначение. Вот это у нас гармонизируется, и сюда приходит осознание. Осознание вот этого вот телоизначения, которое мы все время все так активно ищем. Так, вопросы какие?